Лукашенко в Москве. Якобы, грубо говоря, на сленге «ответочка». И мало того, он еще шутит над Путиным при встрече, говорит, что-то у вас, товарищ президент, вид как-то уставший. И прошлый раз он себе позволял, так называемый, троллинг Путина. Вот что это? Чувствует приближение ядерного оружия? Почему он себе позволяет такое? А он всегда понимал, что Путин во многом зависит от него, а сейчас гораздо больше зависит. Ну как, Путин сделал большую ставку тем, что заявил, что введет ядерное оружие в Беларусь. Это очень большая ставка, серьезно. Потому что он перед всем миром это пообещал, это большая угроза миру, прямо серьезная. Сначала Лукашенко подставил Путина специально, видимо. Я не думаю, что это оговорка была. Он, выступая на своем, не помню, обращении к нации или что-то, он сказал, что он командует войсками российскими, которые находятся на территории Беларуси. Вот он прямо сказал, это я этими войсками командую. Это прям, ну это все, это же конец света на самом-то деле, как ни странно. Это оговорка, которая означает, что Путин заработал еще одну ГАГу прямо в эту же секунду. Вот прямо в эту же секунду. Так что Путин сказал, что мы передадим ядерное оружие Беларуси, но командовать, но распоряжаться им будет российская армия. Поэтому это не распространение ядерного оружия. А когда Лукашенко говорит, я командую российской армией на территории Беларуси, это означает, что ядерное оружие передается Беларуси. И это нарушение конвенции о нераспространении ядерного оружия 1968 года. И тут вообще-то, согласно этой конвенции, остальные четыре ядерные державы, Китай, США, Франция и Британия, должны нанести удар по России, по договору. То есть они должны оказать вооруженное сопротивление этой агрессии. Понимаете? Без решения Совета Безопасности. Причем они должны это сделать сами просто. Вот каждый в отдельности и все вместе. И все это устроил Лукашенко. Потому что Путин собирался как бы просто свою армию туда. Лукашенко сказал, это моя теперь армия. Поэтому он теперь хозяин положения. На самом деле. Он может сказать, завтра они, я что-то не разрешаю вводить. А можно сказать так, выверет теперь моё. Но на словах. Он же не обязан ничего захватывать. Он слова сказал, а Путину ордер из Гааги сразу. С одной стороны, Путин, конечно, усиливает свои военные чисто позиции. Он может действительно с территории Беларуси бомбить Польшу или что-то. Но с другой ослабляет свои политические позиции. Он в зависимости от Лукашенко, как только он отдает ему ядерное оружие. А тот скажет, я не отдам. Ну а зачем я буду отдавать? Ну в смысле, нет. Вы российские... Ну закончится война, например. И предположим, нам удалось одержать победу. И мы подписали некий договор. И Россия выводит войска из Беларуси. А Украина скажет, а ядерное я не отдаю. Нет. Это же нам, вы же передали бы что. И тут Путину будет очень и очень плохо и больно от этого. Ну да, он же, скорее всего, сознательно это все делает. Не просто так, да? То есть посылает сигналы Путину. То есть ты меня, конечно, прости, но я тоже имею какой-то вес. Потому что в последнее время говорят, что он просто вот как кукла в кукольном театре у Путина. Что вот он очень им управляет. Нет, это не сигналы. Сигналы – это когда намеки. Лукашенко намеками не занимается. Это путинская политика заниматься намеками. И все садятся расшифровывать. Что же имел в виду Путин? Правильно? Так же принято было 20 с лишним лет в России. В Беларуси никто никаких намеков не расшифровал. Там никогда не было политики, что что же Лукашенко имел в виду. Он все время говорил прямо. Говорил так, мы будем бороться с гомосексуализмом. Голубятня нам здесь не нужна. Ну куда тут прямее, да? Или там, вот это мы будем так, а это так. Вот этих мы посадим, этих расстреляем. А здесь у нас будет смертная казнь. Он абсолютно прямой человек. Я уверен, что он и с Путиным точно так же прямо разговаривает. Ну просто что-то публично, что-то не публично. Но прямо. Ему не нужно посылать ему сигналы. Зачем? Как, Володя, ты захотел? Ну теперь вот так, извини. Дальше. Он прямо говорит Западу. Я команду этими войсками. Это прямое действие. Это не намеки. Это прямое действие. Все. Путин уже получил по морде этого результаты. То есть это не намек. Сейчас, конечно, у Лукашенко в ремонтах, у него тоже тяжелая ситуация. Он тоже в зависимости. Но он в финансовой зависимости. Путин в политической зависимости от Лукашенко, в очень большой. И увеличил эту зависимость этим своим решением. А Лукашенко, он в финансовой зависимости. И она тоже растет. Потому что ВВП Беларуси в прошлом году упал на 7%. Больше в мире упал только ВВП Украины на 35%. Беларуси на 7%. Россия на 2,5%. Вся остальная Европа выросла. То есть в Беларуси ВВП упал в 3 раза больше, чем в России. Войну начала Россия, а ВВП упал в Беларуси. Вот. Ну, потому что она гораздо больше зависит от Европы. Она с ней соседствует и так далее. Это одна история. Потом у России в бюджете дыра образовалась просто уже гигантская. Вот мы со дня на день ждем отчеты их по марту месяцу. Ну, за первые 70 дней года минус 70 миллиардов долларов в бюджет. То есть этот бюджет 70 миллиардов долларов. Миллиард долларов в день. Они теряют миллиард долларов в день. Вот. И это непонятно, чем можно восполнять. Потому что, например, довоенный объем экспорта по нефти России, это было 100 миллиардов долларов. Понимаете? А тут они за 70 дней 70. Вот. А Беларусь же с этого кормилась. Она и так-то кормилась с Россией. А тут еще минус 7% ВВП, а кормиться надо. А у русских просто нету чего дать. Поэтому у Лукашенко большая беда. И он ездит к Путину за деньгами, конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!